Я пока, значит, сам смотрю с большим волнением к тому, что происходит на Украине. Мне кажется, это уже похоже на революцию. Мне кажется, что я просто не могу еще понять. Наверное, может быть, кто-то может, а может быть, как и я, тоже не может. Кто-то может сейчас взять власть в руки. То, что власть сейчас уже почти выпущена из рук нынешнего руководства, мне так кажется. А кто готов взять власть и готов ли он так внутренне? Готов ли он не просто терпеть, пока приходится терпеть и выступать на морозе перед огромной толпой, А готов ли он просто взять власть? Кто это? Кто этот человек? Вот это, не знаю, но важно, что он... Видимо, это должен кто-то... Вот это когда двинулась эта масса, ее кто-то должен возглавить. Потому что эту массу никто не... Ну, никто не заводил, никто не агитировал. Она двинулась сама, эта масса. Значит, теперь надо... Почему я и не решаюсь говорить, хорошо это или плохо? Просто потому что я еще не вижу... Ну, я, наверное, не политик, я не могу, у меня интуиции такой нет. Уже то, что это огромное количество людей заразилось этим желанием изменить жизнь, я думаю, что главное изменение жизни даже не в том, что присоединится Украина к Евросоюзу или к России, а в том, что должны быть там справедливые, как и у нас должны быть суды справедливые. Должно быть... Вот это слово справедливость, это должны... Суды, прежде всего, правосудие должно быть. Должно быть правосудие. Это основа всего. Мы уже сейчас поняли, что правосудие – основа всего. Чтобы было куда обратиться и получить, ну, как по заслугам. Либо оправдание, либо наказание. Либо присуждение, типа, что-то хорошего, либо что-то плохого. То есть основа всего – это суд, которого нет у нас и нет у них. И вот мы видим сейчас, что происходит у них. Мы видим, потому что, ну, у них еще часть, особенно часть территории вот этой западной, где еще живы воспоминания о том, как они были в Европе. И эта часть самая подвижная. Вот так что, так что я жду теперь, кто возглавит. Потому что это и с чем он возглавит, и сможет ли он работать. Оседлать – это все одно. Хотя и некому еще пока оседлать. А предложить что-нибудь? Те, кто есть Кличко и Яценюки из оппозиции, это все не то, по-вашему? Я не вижу, конечно, я не вижу, я не вижу, я не слышу, ну, я не слышу и не вижу. Вот так вот я могу сказать. Я хотел бы услышать что-нибудь. Мне главное что-нибудь услышать от них. Но важно, что не они, не они сейчас главные. Сейчас главные – это люди, которые не хотят уходить домой. Которые хотят вот там, которые хотят этих... Они еще пока настроены довольно все-таки мирно. Ну, уже, конечно, есть уже отдельные жертвы. Но они настроены все-таки довольно мирно. Как всегда, ну, это еще пока, это Украина. Там вообще не агрессивные люди. И поэтому они еще пока такие. Вот поэтому я сейчас ничего не могу сказать. Да я и не думаю, что я... Как каждый человек, пишущий, как каждый человек, который что-то... Он должен это осмыслить. Кто сейчас из писателей может что-то сказать? Кто сейчас не может ничего сказать? Только, ну, какая-то... Вот потом, когда была оранжевая революция, кто что-то мог сказать? Ну, что-то люди пытались говорить, кто-то что-то пытался говорить. А потом все обернулось опять. Потому что сколько тупых, сколько в этой же массе того, что потом опять придет к тому же, что было, шансы, ну, просто 50 на 50. Когда все изменится и станет, как было. Мы уже столько раз были свидетелем, что уже это просто невозможно уже выдержать. Кровавые изменения – это ведь как было. Кровавые изменения – это ведь как было. Вот поэтому так вот я жду. И что-нибудь такое уж квалифицированное, если мне суждено сказать, то я скажу, когда это сам внутри себя почувствую. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Спасибо.